МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он – любящий муж и самый азарной на свете папа – Александр Коган. Сегодня с ним настало время встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для маленькой Маши встречи с папой – это всегда праздник. Он человек занятой. Дела в Госдуме, в Минэкономразвитии, конгрессы, форумы, бесконечные командировки. А ей так хочется поиграть. У нас у папы любимые занятия. Когда он стоит в хорошем настроении по утрам, он песни поет, веселится, играется, занимает всех. Александр Коган – единственный мужчина в доме. У него с супругой Мариной две дочери. Старшая Катя – студентка Московского государственного института международных отношений. Ее страсть – языки. Сегодня она изучает английский и испанский. Младшая Маша учится в школе, мечтает… Он будет такой же умный, как папа. В свои 8 лет девочка отличается особой находчивостью. У нас был английский, и я во втором классе вначале рисовала в учебниках. Меня там немного ругали. И потом говорят, Маша не рисуй, а то я сейчас папе позвоню. Я такая говорю, а можно, пожалуйста, папе не звонить, а то он у меня добрый. Лучше маме позвоните. Людей, добившихся известности, условно можно разделить на два типа. За одних уже заранее все решено, другие прокладывают себе дорогу сами. Жизненную активность Александр Коган унаследовал от своих родителей, которым рассчитывать особо было не на кого. Папа и мама у меня детдомовские. Папа-то уж точно детдомовский, потому что он даже не знает, откуда он родом. Мама родилась на Дальнем Востоке. Потом в связи с военным временем ее отдали дяде на воспитание в Читу. Дядя, у него у самого было очень много детей, поэтому ее отдали в интернат. После окончания учебы родители по распределению попали в Орск. Там 26 февраля 1969 года родился у них сын Саша. У мамы четвертой отрицательного папы первая положительная группа крови. В советские времена это было сложно. Вообще запрещали рожать при таком сочетании. Это сейчас на ранней стадии выявляются патологии. А тогда это категорически было запрещено, потому что высокой степень была патология при сочетании таких разных резусов крови. Я один в семье получился. Постоянно папу, маму просил, чтобы мне в капусте или еще где-то, как они мне говорили, нашли братика или сестренку. В 70-х годах шла бурная стройка Оренбургского газзавода. Бориса Зиновича как перспективного специалиста пригласили туда работать. И мама Альбина Павловна тоже устроилась на газзавод. Мама всю жизнь ремонтировала электрические машины. У нее к этому талант был. Когда очень серьезные были аварии на крупных производствах, выходили из строя трансформаторы, двигатели. То есть ее привлекали для того, чтобы она могла достаточно быстро найти поломку и отремонтировать. В 76-м году Александр Коган пошел в школу. Саша у нас учился только на 4,5. Вообще очень честолюбивый мальчик был. Он никогда не терпел того, чтобы он оказался в числе последних. Он всегда любил быть в числе первых. На выполнение домашнего задания он тратил час, от силы два. Считал, зачем терять время, если можно на уроке внимательно послушать и запомнить. Он иногда даже не читает. Я вот так, ты читать будешь? Ты что, мне говорят, еще проверять будешь? Я говорю, а как же? Да ладно, я для кого учусь? Для себя или для тебя? В школьные годы раз и навсегда Александр влюбился в математику и физику. Очень любил журнал «Наука и жизнь». Увлекали меня там задачи, которые каждый номер печатались. Как правило, это были либо республиканского, либо всесоюзного уровня, олимпиады физико-математические. И увлекали эти задачи. То есть я мог их часами сидеть решать. Перед собой ставил цель найти решение задачи. Если не получалось, то теребил своих преподавателей. Увлечение не прошло даром. В девятом классе Александр Хоган стал победителем Всероссийской физико-математической олимпиады. В 57-й школе сохранился журнал, который подробно рассказывает о каждом из комсомольцев. Вот Александр Хоган. В 85-м, 86-м годах был заместителем секретаря комсомольской организации класса. Пометку «Сектор идейно-политической работы» расшифровывает учитель. Он уже в то время показывал, что, видимо, у него жизнь будет связана с политикой. Разбирал всегда на политчасах сложные политические слова. Это словарь, это его был конек. Отдельная глава из жизни юного Александра Хогана – увлечение музыкой. Одно время он играл на гитаре. Когда к семиструнной душа подостыла, будущий депутат Госдумы, а тогда просто красавец Саша, стал героем школьных дискотек. Он вместе с друзьями буквально из хлама собирал музыкальные центры, а молодежь кружилась в вихре популярных мелодий. На дискотеке, только уже не на школьной, а на городской, в парке «50-летие в ЛТСМ» Александр встретил свою судьбу. Судьбе было всего лишь 17. Она была в легком платьице и звали ее Марина. Он в первый же вечер предложил мне руку и сердце. Да. Говорит, стань моей женой и давай распишемся. Через год романтических ухаживаний Александр женился на Марине. Ему был 21 год. Даже будучи в роли мужа, он никогда не забывал делать супруге приятные сюрпризы. Я зашла домой и в вазочках, в баночках, на протяжении всей дороги до спальни стояли по одному цветочку. А когда я зашла в спальню, там стоял шикарный букет. В начале 90-х Советский Союз свалила политическая лихорадка. Мы реально понимали, что что-то не то происходит в стране. Разрушение Советского Союза, ГКЧП, расстрел Белого дома, галлопирующая инфлякция, развал экономики, абсолютный развал экономики. Наступили времена под названием «Хочешь жить? Умей вертеться». Александр Коган вспомнил юношеское увлечение техникой. В маленькой кухне пахло канифорию, и под звук закипающего чайника ежедневно друзья собирали нечто из ничего. Покупали некондиционную технику, которую, в принципе, списывали с завода. Телевизоры, двухкассетные магнитофоны доводили их до совершенства, реализовывали, и потом ходили их и обслуживали. То есть давали специально-серекционные талоны, что это вот наше изделие. Времена работы с неликвидом ушли в далекое прошлое, но электронщик в душе до сих пор с техникой на «ты». Поэтому в семье Коганов всегда все работает исправно. Александр Коган окончил техническое училище по специальности монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Оренбургский политехнический институт, где ему присвоена квалификация инженер-электронщик. В 2008 году Академию при президенте Российской Федерации, специализация управления развитием региона. С 2005 года Александр Коган – кандидат экономических наук. На первую политическую ступень Александр Коган, тогда успешный бизнесмен, возглавляющий компанию «Коммунком», поднялся в 1998-м. В 29 лет он стал самым молодым депутатом Законодательного собрания Оренбургской области. Так или иначе, все равно первые, наверное, года 2-3 шло становление. Ко мне относились именно таким образом, что парень пришел, поработал, как пришел, так и уйдет. Хочу просто напомнить 90-е годы, 98-й год, когда региональность законодательства не соответствовала федеральным законодательствам. Муниципальное вообще могло жить само по себе. Каждый куролесил так, как мог. Поэтому, конечно, на знательном поле что-то сложное было сделать, такое что-то революционное. И тогда я понял, что нужно заниматься реальной практикой, приводить в порядке дворы, подъезды, детские площадки, заниматься школами, заниматься отличниками. В 2003 году Александр Коган стал депутатом Государственной Думы и вступил во фракцию «Единая Россия». В 2007-м Коган вновь избран депутатом Госдумы. Сегодня он свой человек в коридорах власти. Его кабинет на 13-м этаже. Обстановка сама все рассказывает за хозяина. Это, по-моему, мне с Камчатки подарили. Привезли. Сказали, я должен ему гладить кузо, и он будет приносить удачу. В графике депутата Когана практически не бывает свободного времени. С ним обедать невозможно. Невозможно, потому что он весь обед обязательно с кем-то разговаривает по телефону. Я говорю, подожди, я тебя прошу, отключи на 5 минут телефон. Ну, 15 минут дай нам спокойно посидеть, покушать, поговорить. Бесполезно. Александр Коган не то что три в одном. Количество задач, стоящих перед ним, гораздо больше. В Госдуме он заместитель председателя комитета по бюджету и налогам. Занимается таможенным регулированием, налоговым законодательством, совершенствованием межбюджетных отношений. К его вопросам также относятся строительство и взаимодействие с бизнес-сообществом. Александр Коган – птица перелетная. В том смысле, что облетел уже почти всю Россию. В президентскую колыбель город Питер он приезжает особенно часто. Северная столица практически бок о бок находится с границей, поэтому где как не здесь обсуждать новую концепцию таможенного оформления и контроля. Ее реализация обеспечит экономическую безопасность страны, будет способствовать инфраструктурному развитию приграничных районов и снижению транспортной нагрузки на крупные города. Регионы, которые сегодня прилегают к границе, находятся в очень плохом состоянии. Реализация этой концепции позволит реанимировать там жизнь, перевести ее в совершенно другой уровень, на современный уровень. Регион очень быстро разовьется, и, конечно, доходная часть будет гораздо выше. Выставочный комплекс «Ленэкспо» – один из самых крупных в мире. Именно здесь проходил Международный конгресс по строительству. В его рамках – демонстрация новых технологий, предложения российских и заграничных специалистов. Александр Коган вникает в мельчайшие детали. Вот у наших домов, которые мы сегодня строим, достаточно применить энергоэффективные материалы. При закрытии всего теплового кодра уже в два раза экономится тепло. Здесь написано «два с половиной раза», значит, все остальное добавляется, ресурсосберегающими технологиями. На форуме Александр Коган как заместитель председателя комитета Госдумы и как координатор проекта «Свой дом» в числе главных докладчиков. Все-таки главная цель, которую мы пытались достичь, реализуя у нас в районе доступное и комфортное жилье – это сделать жилье более доступным. Если посмотреть по всей Российской Федерации, сколько проведено аукционов, сколько земельных участков проведено, сколько этих земельных участков в режиме инфраструктуры, то можно сказать, что это очень мало, в смысле, потребностей, которые есть сегодня. Александр Коган в зависимости от обстоятельств бывает разным, но всегда он оригинален и не статичен. Он энергичен, он целеустремленен, он настойчив, а это те качества, которые и должны отличать настоящего политика, более политика вышедшего из региона, лоббиста регионального в лучшем понимании этого слова. Депутат Коган три недели в Москве и в регионах, неделю в Оренбурге. Всегда приятно вернуться в родной город, в родную область, потому что все знаешь, все понимаешь, легко общаться с людьми, понимаешь все проблемы региона. Уже понятно по многим проблемам, как найти решение. У него есть своя общественная приемная. У кого какие чаяния, беды, идут сюда. В 70% случаев дело решается положительно. Значит, к новому хоккейному сезону, значит, мы август-сентябрь приобретаем совместно с вами, с муниципальным образованием, полный комплект формы, это 15 плюс вратарская. Есть хорошая русская поговорка. Хорошо помогать тому, у кого рубашка в потом. И легко оказывать помощь тому, кто сам для этого хоть что-то сделал. Когда человек приходит, и у него неоформленная идея, либо он рассуждает о всем и ни о чем, либо он хочет весь мир изменить одним разом, либо он обвиняет всех вокруг, и говорят, что все вокруг виноваты. Как правило, с такими людьми неинтересно работать, потому что не бывает одного виновата. Еще будучи депутатом Законодательного собрания области, Александр Коган положил начало акциям, которые действуют до сих пор. Вот уже на протяжении 10 лет верующие имеют возможность бесплатно совершать поездку в Красноусольск, главной святынь Южного Урала, местоявлению Табынской иконы Божьей Матери. Ежегодно в Москву на празднование Дня Победы отправляется группа ветеранов Великой Отечественной войны. Общественные приемные депутаты организуют экскурсии в столицу и для школьников, победителей конкурса патриотических сочинений. Ребята знакомятся с достопримечательностями столицы и даже посещают Государственную Думу. Александр Борисович неравнодушен к судьбам людей. Сегодня он является попечителем Оренбургского санаторного дома детства. Есть у него и подшефные воинские части в городах Одинцово и Брянске. Коган сам прошел армию и считает службу долгом каждого мужчины. Эту школу нужно было мне пройти. Очень много недостатков выявил в своем характере, понял, над чем нужно работать. И потом за два года я могу сказать, что многие отрицательные черты характера, которые были, они просто-напросто исчезли. Просто армия помогла мне стать нормальным, порядочным, мне кажется, человеком. Одна из самых ярких акций депутата – бал медалистов «Золотая Россия». Начиная с 2004 года, в этом грандиозном празднике приняли участие 12 тысяч выпускников Оренбургского. Депутат Госдумы Коган стремится максимально помогать развитию области. Конечно, не без поддержки своей команды «Единоросс». Главная, наверное, задача – это в виде межбюджетных трансфертов, в виде федеральных целевых программ, федеральный адрес институционных программ возвращать федеральные деньги в области. Во многом благодаря федеральным средствам в Оренбурж идет ремонт и строительство дорог. Возводятся новые здания. Детский онкологический диспансер, учебно-административный комплекс Аграрного университета, комплекс общежитий Оренбургского госуниверситета, Межвузовская библиотека. Работа в режиме нон-стоп часто приводит к эмоциональной перегрузке. Быть в тонусе и в Оренбурге, и в Москве Александру Когану помогают два основных принципа. Во-первых, это соблюдать режим питания, много не передать, иначе сразу появляется ленность. Во-вторых, конечно, это самый главный антидепрессант, и что очень серьезно сбрасывает усталость, это занятия физкультурой и спортом. Несколько раз в неделю Александр Коган выходит на лед. В этой команде известные политики и маститые спортсмены. Здесь никто никому не подыгрывает, все по-настоящему, по-мужски красиво. Коллеги по команде уважают в нем хорошего хоккеиста и грамотного политика. Сколько Саша сделал для своего региона, я не думаю, что это может попасться большим, так скажем, вкладом. И в то, как он сумел найти подход, в общем, и к цельным программам федеральным, и как он сумел убедить партийное руководство, что Оренбург сегодня тот регион, куда надо вкладываться. Во многом, благодаря инициативе единороса Когана и его товарищам по партии, в область пришли федеральные деньги на строительство десятков спортивных объектов. Мы буквально за последние три года построили только с его участием в девяти муниципальных образованиях спортивные центры, в том числе три из них с искусственным льдом, и на сегодняшний момент строятся еще три. Александр Борисович уделяет особое внимание спорту, потому что еще со школы сам неравнодушен к нему. С борьбы приезжал, синяки были. И говорит, ты где? Да, так вот, бывает. Все синяки давно зажили. Сегодня Александр Коган – мастер спорта по вольной борьбе. В седьмой год депутат является учредителем турнира «Ковер надежд», гостями которого нередко становятся настоящие звезды спорта. Александр Коган, пожалуй, один из самых спортивных депутатов Госдумы. Он питает огромную страсть еще и к футболу. Даже входит в сборную парламента России по этому виду спорта. В игре, как и в жизни, Коган принципиален. Даже от друзей борцов он не терпит отступления от правил. Возле ворот убегает от меня футболист. Я уже не выдержу, профессиональный, я вижу, уже уходит от меня. И профессиональный подсекивал. И он, конечно, улетел на живот, все, упал. И штрафное. Александр Борисович только к мне подбегает. Он за вотной такой, Арсен, это тебе не борьба, а футбол. Я говорю, я понимаю, что это футбол. Вот так получилось. Ну, главный принцип – не бери за дело, которое невозможно реализовать. Если ты понимаешь, что это не твой уровень, добейся так, чтобы услышали проблему. И проблема перешла на тот уровень, где ее способны решить. А, собственно, тебе, твоей команде и твоим товарищам нужно браться за те дела, которые ты можешь реально выполнить, реализовать и достичь результата. Депутатский корпус работу коллеги оценивает высоко. По их мнению, успех парламентарии кроется в точной стратегии. Коган – бывший борец, вольник. В вольной борьбе не всегда все решает силы. В борьбе, ну, как, наверное, в большинстве видов спорта, многое все-таки зависит и от удачи, и от правильно разыгранной комбинации, от того, что прием ты проводишь именно в тот момент, когда это нужно. В свои 40 Александр Коган уже опытный политик, который четко владеет ситуацией в стране и области, и знает, какие дела ждут его еще впереди. Совершенствование законодательства, улучшение условий для развития предпринимательства, экономики. Экономика с собой потянет социальную сферу, социальная сфера с собой потянет улучшение благосостояния каждого человека. В этой сфере нам еще работать и работать, мы только в начале пути. Работать и работать. А это значит, маленькая Маша снова будет видеть папу крайне редко. Семья Александра Когана остается наслаждаться теми счастливыми моментами, когда все они вместе. Даже не знаю, я даже не думала, что у меня такой сын будет. Вот честное слово. Ну, гордость, чего же больше я еще могу. Радость и гордость за него. Дай Бог только, чтобы все было хорошо у них. Каждый прожитый нами день безвозвратно уходит в прошлое. Любой из нас не случайный гость на этой земле, а творец истории. И, конечно, современности, полные разных событий, расставаний и встреч. Всему свое время. Время встречи. Время встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова